всех приветствую сегодня в ремонте вот такая машинка у меня эта машина была куплена кстати у меня года три назад что-то сейчас пропускать начала ждет много она ну это не мудрено что она начала пропускать там челночная ходит вслед за иголкой ну так же как у радома 432 466 но еще куча машин это электр позиционируется как японская ну я что-то не верю что это это ни разу не японская мотор японский но сейчас все по порядку сейчас мы рассмотрим и будем делать у нее неисправности это вот эти вот пропуски когда на машинке пользуются зигзагом часто много шьют на ней случаются пропуски она разрегулируется потому что там сам вот этот узел он весит сколько-то там ну грамм 200 может уже ходит постоянно в движении ну естественно сбивается ладно сейчас я открою и посмотрим что там и как пузля тут пластиковый вот эта машинка из всех последующих клонов самая более-менее у нее и вот этот поддон тоже более-менее может быть это и японская но мотор здесь точно японский насколько я помню света и юды юдыковский да машинка не изменилась хозяйка шьет шила на ней так ну будем посмотреть что ж что ж тут сейчас я ее сниму с поддона и будем настраивать я вот насколько помню у радома вот такого лютого люфта не было ну что это вот так этот люфт этот люфт этот люфт где он у нас регулируется это же не нормально если это японский японцы но тут люфт даже вот такой вот то я не могу их поздравить японцев за вот такую поделку но это ними это не японцы под японцев косят машинка 90-х годов у нас помню наводнили этими машинками одно время давали под зарплату что на такое там за папоротник меняли я помню же эти машинки 90-е годы начала вот так теперь 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 почистите выходит маленько хозяйка не удосужилась и вот она и не хочет шить там еще куча грязи со самой коробки я сделаю что что не сделать так надо прежде всего так вот она челночная он перекашивает все это прямая стоит сейчас я поставлю на зигзаг смотрим зигзаг по моему тут надо просто-напросто просто-напросто о просто-напросто просто-напросто надо иглу правильно поставить ё-моё я только сейчас увидел мне игла по ходу неправильно стоит дешено будет шить о мне эти чудо швей ладно и игловодитель надо тоже чуть-чуть опустить иголка тут стоит с точностью да наоборот если только это так тогда извините я и эту машинку продавал она была исключительно в идеальном состоянии по моему тряпка даже еще осталось я что-то узнаю свою тряпку она наверно как была она не в качестве подложки осталось под лапку ну сейчас я просто-напросто я не вижу там никаких либо изменений при заходе иголки сейчас я правильно поставлю и покажу вам приближить не ну такой люфт это что это явно не японцы японцы бы такого не позволит кто-то под японцев косил но как этого втулки что ли такой люфт причем не такое вот вот такой вот в этой оси так может быть там да нет тут я не вижу ничего никаких винтов ладно привезла да хоть смажет будет повод смазать все научу и вставлять иголку может по ошибке ставила это бывает такое это бывает ничего страшного это вот люфт прямо вот в этом отливки вот в этой который проходит вот у радом такого нету по умолчанию ну это все-таки радом они непонятно чего это юго-восточная азия стопудово сначала вручную смотрим смотрим как там сбросить сейчас я чтобы вы видели я тоже дам увеличение зрители тоже видели наглядно так пошла первая петелька пошла вторая петелька до сбросик затруднительный оп но это же здесь ни при чем на пропуске то это никоим образом не влияет так единственное что нужно добавить чуть-чуть хода чуть-чуть хода добавить и все тут все выполнено как у подольских машинок также вот все качающийся вал все но тут тут один винт и был шплинт я выбил шплинт вот этот и по регулировал тут даже видно вот она сейчас держится на одном но это нормально она будет держаться и вот выкрутить вид я сейчас добавлю немного хода вот так вот все по идее мы еще один винт резьбу нарезать он и один хорошо держит так я сколько у подолок так делал выбивал шплинт на одном винте держится годами и десятилетиями ничего и никуда не уходит вот он сбросить пошел пошел сбросик вот ниточка пошла оп еще ниточка пошла и вот здесь вот здесь что мне видится плохо обработано я сейчас от шлифу от полирую даже от полирую сам челнок школьный колпачок и корпус челнока полирую и все и будет идеально как на радами все и вот здесь и здесь вот вот в одном месте прямо она как бы идет ну как будто что-то какие-то заусенцы и мешает вот так я вижу это может быть я не прав но я от полирую по любому и посмотрю о какой японии тут может идти речь вот я пока не параллеровал я не знаю тут наверно не будет видно вот что я обнаружил сейчас я дам максимальное приближение да уже наверно будет видно так вот прошу обратить внимание вот видите это это не приобретенно это так и было вот вот этот изъян затем вот здесь еще ну знаете это япония тут вообще не пахнет это китай 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 все они не блестят все блестят как китайцы же всегда все обверткой ярко вот 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 это вот какие-то раковины здесь это сейчас все я заполирую после вот этой полировочки вот она все эти раковины и не раковины там знаете ну как сказать надо видеть надо вблизи вот эти шероховатости какие-то сейчас вот он действительно горит горит и сияет сейчас попробуем изменения будут смею вас заверить вот сейчас она пролетает со свистом ниточка вот 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 это и требовалось всего лишь только этого вот ну куды с добром сейчас прошью да зигзаг конечно хороший так вот не стало я ничего подгибать тут просто-напросто она разбирается легко и просто сейчас я возьму и запас есть и вот эту вот выжимную шайбу как вот я подсказывал на подольских я ее просто-напросто чуть-чуть чуть-чуть древний молочек выгнул чуть-чуть и толкатель будет как раз доставать будет доставать короче все заработало оп оп как мы видим все ослабилось все работает ну зигзаг здесь конечно роскошный что и говорить все отлично затяжка все как вы видите в этой машины еще есть тут ключок там целая коробочка к нему копиров прилагается ну там такие строчки но никакие они вот они нарисованы вот они я что-то пытался тогда ну там арабская вязь какая-то никакие строчки никакие вот так что не знаю вот себе это я тогда я купил ее вообще мне бабушка отдала ее по дешевке я почему ее взял а так бы я бы никогда не купил эту машину просто это давно было это три года как у меня ее нету и она у меня была что-то лет наверное пять а жена у меня шьет периодически но потом она стала говорить что вот расстраивается ну кстати вот за три года как я настраивал зигзаг нисколько не сбился тут во первых сброс я не понял сброс сбился да я сейчас винт посадил на краску сейчас вот у этой машинки все настройки держатся практически на двух винтах а вообще держался держалась на одном сброса у этих машинок я вот помню я делал видео у меня есть кингу это аналогичная но только гораздо хуже вот это вот норма по сравнению с теми она вообще отличная машинка тут и пластик качественно не у той пластик там вообще никакой он ломается здесь пластик получше и вообще сборка получше вот и у той машинки у кинга я точно так же выбивал этот штифт который держит челночный вал и также добавлял у них это вот у китайских у всех что у прямострочек взять то же самое я делал у них никогда нету приличного сброса ну и откуда же тут японии туда не пахнет потому что японские машинки я встречал когда же взять вот тот же меню ягуар япония такая по 30 лет с лишним они до сих пор в строю а эти вот они как обычно они но это в нулевом состоянии мне сколько встречались такое бывает у мертво рожденных машинок только состояние новый ну на это вида щели шили шили щас я все ее до ума довел ну она бы до си шила бы она и с плохим сбросом шьет это нормально просто я такую я делал ее нормально он сбился по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть сбился я сейчас восстановил зафиксировал хорошо если бы она правильно поставила иголку она бы до сих пор на не шила не знаю какие пропуски вообще не должна стежков делать вот ну все все на этом по этой машинке по мне чайка старая такая чайка 2 и чайка 3 лучше она предсказуемой чем вот это вот вот этот путь вес она еще весят она неподъемно она 16 килограмм или 15 весит вот это вот не знаю за счет чего за счет станины а ну да чайка же она комбинированная и последующие чайки они вообще с алюминиевого сплава там с дюраля чайка 3 только платформа чугуна это вся что для я не знаю почему она такая неподъемная ну тут веса ну все на этом все до свидания